Сегодня 29 августа 2021 года. Я нахожусь в Зеленогорске и сегодня мы с папой собираемся поехать на Кухтылову гору на велосипедах. Я думаю может это вставлю или в прошлое видео тоже из Зеленогорска или отдельное, но скорее всего отдельное. Посмотрим. Погода сегодня облачная, был дождь с утра. Не знаю как пойдет дальше, но по прогнозу дождя быть не должно больше. Вообще вот такие динамичные влоги снимают на фотоаппарат одно мучение, если честно. Попробую поснимать с рук, как вот на видеокамеру, но фиг его знает. Наверное будет очень сильно трястись все, потому что приходится останавливаться все время. А мы же сегодня в пути будем проводить большую часть времени, хотя можно в пути не снимать, можно поснимать уже там. Ох, будет именно когда-нибудь видеокамера. Вот тогда понаснимаю. Кстати, очень классно, что дождь кончился, потому что вот сегодня я с утра ходил на залив, но это будет в предыдущем видео или ну скорее всего в предыдущем, потому что очень много. Там получилось уже час лишним. Так вот, там светило солнце, я аж прям рассвет встретил. И потом начался дождь, то есть я пришел домой, мы покушали и из девяти лет или даже десяти часов полило. Это, конечно, ужасно. Я думал, ну все. Но и по прогнозу погоды, и в реальности дождь кончился где-то в 13 часов. Сейчас 15 часов 30 минут, и вот мы вот едем. Уже даже вот асфальт местами сухой. А, так вот, Пухталова гора. Это горнолыжный курорт. Ну или не курорт. Горнолыжный спуск в курортном районе возле Зеленогорска. Ух ты, солнце! Вот это мне очень нравится. Сейчас лето, но он там по-прежнему есть. То есть Зеленогорск, получается, это лес и окрестности. Если смотреть с колеса обозрения на окрестности, то это просто холнистый лес такой. И вот если ехать от вокзала на юг, то попадешь к заливу от вокзала. А если ехать на север по проспекту Ленина, по главной улице, собственно, вот она, то попадешь в лес. Если поехать прямо, там будут озера, чертово озеро и озеро Красавица. Ну это не в простонародье так называется, а как по-настоящему, я не помню уже. Однако если возле кладбища повернуть налево, в деревню Решетниково, то вот как раз эта гора будет там. То есть деревня Решетниково находится как раз возле этой самой горы. Так, ну что мы уже, точнее я, поехал вперед, я уже доехал до вот этой вывески лесничества и до беседок, и до поворота налево. То есть сейчас тротуар кончится, к сожалению, и уже дальше будет поворот. Дальше будет поворот налево, и, собственно, туда мы повернем. Мы обычно ездим вот в этот лес за грибами, или просто погулять, или вот на озеро. Там озеро вот это красивое. Ну вот у меня от 20-го года есть видео, как мы туда ездили. Мы туда и без видео ездим, мы от 19-го, кстати, года есть, как вот на День Города мы туда ездили собирать грибы, собирать чернику. Да, я туда, я очень люблю чернику есть вот свежую. Уж не знаю, сейчас в августе она еще есть, скорее всего уже нет, но вот в июле, во всяком случае, полным-полно там. Ну, во всяком случае, мы поедем не прямо, а налево. То есть я там, ну, был, но очень давно, в детстве. Мне даже интересно, что там и как. Будет очень классно, если туда будет тротуар везти, но это, конечно, вряд ли. Налево, потому что прямо тротуара нету. Так, ну, собственно, вот на этом... О, Господи, когда вот так вот едешь, стартуешь, то начинает вправо-влево качать. Старт фотофарад тяжелый, приходится одной рукой руль держать. Хотя да, если бы он был бы легкий, тоже пришлось бы одной рукой. Так вот, на этом цивилизация заканчивается. То есть начинается пыльное шоссе с машинами. Можно ехать по грунтовке не спеша, но можно по асфальту спеша, но только двумя руками. Но я снимаю видео, поэтому я буду преимущественно ехать, конечно, по грунтовке. Пап, уехал далеко вперед, мы договорились на повороте встретиться. На поворот он уже вот он, то есть впереди, где вот синий знак. Типа вот я проехал автобус на остановку, тут так все благоустроено возле них, кстати. Пешеходный переход. И вот, собственно, мы доехали до выезда из Зеленогорска. То есть я не знаю, Решетниковый это город или область. То есть вот мы выехали из Зеленогорска, то есть я на север двигаюсь. И вон синий знак впереди, я приблизительно сейчас не могу одной рукой. Вот там поворот, Пухталовская дорога, 3,5 километра влево. И вот сейчас вот мы налево поворачиваем, мой папа впереди уже стоит. И, собственно, едем туда. В общем, самое неприятное здесь в том, что да, тут инфраструктуры для велосипедистов вообще нет. Ну, то есть вот я ехал по дороге, и надо было, наверное, с той стороны мне ехать, как папа. Нам нужно перейти направо, чтобы ехать вперед. Но поток машин такой большой, что я думаю, у меня, может, это с трудом получится. Но я буду в это верить. Но сейчас придется ехать навстречу машинам или перелезать велосипедом туда. Машины как-то так резко кончились, и я просто взял и переехал через дорогу вправо. И, собственно, по вот этой грунтовой дороге надо ехать километра 3 вперед. Судя по тому, что это гора, ехать, наверное, надо будет в гору. А может быть и нет. Сейчас узнаем. Но обидно, что нет тротуара здесь, конечно. Можно, конечно, взять руль двумя руками, что я, наверное, сейчас и сделаю. Я же не буду все время снимать. Хотя, может, я и буду наговаривать периодически что-нибудь. И ехать, как папа, по обочине. Вот там кусочек асфальта из-за белой линии справа. Что, в принципе, очень даже возможно. В ту сторону, тем более, машины практически не едут. Все едут навстречу. Судя по надписи на этом здании, Пухталовская дорога, дом 3. Это вот и есть Пухталовская дорога, шоссе на Решетниково. И она нас и приведет. Но можно по карте, конечно, посмотреть. Но я думаю, тут ошибиться невозможно. Тут других поворотов нет, в общем-то. О, какая лужа. Сейчас одной рукой мне, конечно, как бы не шлепнуться с велосипеда. Хотя, с другой стороны, я же раньше по городу катался одной рукой без задней мысли. Сейчас просто с непривычки. Просто сейчас я левой рукой держусь, а раньше правой. Хотя у меня левая рука ведущая. Ну что, в путь? Даже не ожидал, что здесь светофор есть, можно заехать. Там светофор? Светофор. Представляешь, мы в лес заехали. Да. А там светофор стоит. А я во Всеволожском районе же был на выезде в пятницу, на работе. И там тоже этот магазин был. Ну, хотя там, конечно, более населенное место, но все-таки. Ну, да. Я думаю, много людей сюда заезжает. В ту сторону, там же целый населенный пункт впереди. А небо, кстати, голубое. Сегодня дождя не обещают, но и солнца тоже не обещают. Так, ну что, я предлагаю ехать дальше, не задерживаться. Я думаю, здесь настоящий магазин, например, так это. Ну, мы находимся посреди леса, это нормально. Так, ну что, поехали. В принципе, если так подумать, то с фотоаппарата, о господи, очень даже можно снимать, вот с велосипеда. Правда, его, в отличие от камеры, не развернуть, потому что он очень громоздкий. То есть я его держу в руке боком. То есть я могу его вот максимум вот так повернуть. Вот так даже. Но не более, это будет. А направо вообще вот так. Только вот так. Ну, ничего страшного. Я на себя, тем более, не собирался его направлять. Будем смотреть вперед сегодня. Можно мне тоже ехать вот так по асфальту. Но опасненько одной рукой. То есть у меня руль неустойчив. И чуть что в экстренной ситуации я могу под машину упасть. Я буду, когда снимаю видео, съезжать с дороги просто на грунтовку. Кстати, вот автобусная остановка. Тут 321 автобус ходит от вокзала прямо до самой горы. И на нем, кстати, можно доехать до туда, если на велосипеде не хочется. Но тут не очень далеко ехать. С другой стороны. То есть вот он тут. Единственный и неповторимый. Ездит. И по Яндекс.Картам, кстати, можно посмотреть, где он находится. То есть он ходит по расписанию раз. Вот 10-20 минут. Раз 15 минут где-то. Но помню, как я в ВУЗе на автобусе. На 132 автобус. Ух ты. Машины кончились и все. Я остался в лесу один. Папа уехал вперед. Я думаю, сейчас он у меня хватит и остановится. Так вот. Я помню, как на 132 автобусе ездил в ВУЗ. И он тоже по расписанию ходил, но это ужасно. Его ждать приходилось там иногда по 15 минут, иногда по 30 минут. И очень удобно было, когда можно было посмотреть. Тогда был Яндекс.Транспорт. Сейчас вот на Яндекс.Картах показывается. Очень удобно смотреть, где он находится. То есть вот он. Едет навстречу нам. Если, конечно, да, это он, то других автобусов не ходит. Что очень и очень удобно. Тут, скорее всего, даже интернет ловит. Крайне вероятно. Кстати, да, тот самый пресловутый запах. Мы же все дальше и дальше в лес уезжаем. Тут воздух чистый-пречистый, даже несмотря на то, что шоссе рядом. Прекрасно прямо. Я так рад, что я снова чувствую. Ну, тут чуть-чуть чувствую. Там на заливе, конечно, сильно пахло. Ну, и когда вот сыро, в лесу тоже сильно пахнет. Здесь как-то так послабее, но все-таки, все-таки. Приятно. Очень приятно тут дышать. Потому что когда, ну вот, в марте, там, в феврале, даже вот в апреле, вот весна, когда пришла, я не чувствую запахов весны, то какое-то странное ощущение, что что в городе воздух, что здесь воздух одинаковый, а сейчас разница снова чувствуется. То есть загород снова обрел смысл. Тут он такой более легкий. Более такой сырой, что ли, не знаю. Ну, вот какой статичный поворот дороги впереди. Сейчас машин еще не было до этого, вообще классно смотрелось. А вот они снова исчезли. Вот эта перспектива вдаль. Сегодня я смотрел видео из Минска свое утром. Так там я говорю, что какие классные перспективы, что дорога прямо вдаль ходит. И вот здесь она тоже прямо вдаль ходит. И даже вон солнце на деревьях сбоку. А, так вот. Можно посмотреть по Яндекс.Картам, где я нахожусь. То есть, блин, слишком темно. Хотя это полная яркость экрана. Но как бы там ни было, если вот присмотреться, то вот я, а вот, собственно, Пухталова гора. А вот Зеленогорск внизу. И вот деревня Решетникова наверху. Только надо сейчас доехать прямо вот до нее, по этому шоссе, и повернуть направо. Как я это понимаю. Так что вот так вот. 321 автобус, он тоже идет прямо. И потом поворачивает направо. Папа, наверное, ну, блин. Ну, я думаю, хватился уже меня. Остановился там впереди. То он уже далеко уехал. А то я снимаю, останавливаюсь постоянно. Но я его предупредил об этом. Вон солнце. За деревом. Тут на дороге обнаружился обнаружился железнодорожный переезд. Судя по тому, что там вот ворота, которые вручную закрываются, я думаю, он используется очень редко, если вообще используется. Но как бы там ни было, он тут есть. Надо посмотреть по карте, откуда и куда он ведет. Вот, кстати, я вижу папу впереди. Вот он стоит прямо за ним. Ждет меня. Вот так вот. Он меня увидел и поехал прямо. И, кстати, автобус 321 меня обогнал. В нем сидел один пассажир всего. Сегодня воскресенье, да, 29 августа. Воскресенье сегодня. Посреди дня, наверное, немного людей туда едет. Они, скорее всего, в Решетниково едут, когда приезжает ласточка. Ну, не ласточка, а просто электричка на вокзал. А так автобус, наверное, вот поехал пустой. Так что, если ехать туда, можно ехать в пустом автобусе. Вот указатель. Если повернуть налево, будет Рощина. И Решетниково 2 километра направо. То есть, по идее, сейчас будет перекресток. Ну, точнее, вот он уже впереди. Вон там даже папа остановился на нем. Так что вот так вот. Рощина, кстати, это крупная железнодорожная станция, но не крупная, это железнодорожная станция, на которой останавливается ласточка. То есть ласточка останавливается в Зеленогорске, по пути вот в Выборг и в Рощино. Так что вот так вот. Она тут совсем близко находится. А нам направо. А вот, собственно, и указатель. Спортивный клуб Пухталова гора. И, собственно, туда мы и поедем. Я надеюсь, что большинство машин едут слева. Вот там как бы даже основная дорога налево. Поэтому я надеюсь, что туда будет не так много желающих прокатиться. Так, ну что, в путь? А, так вот. Это гора. Ну, то есть, сюда придется, как я и боялся, взбираться наверх. Одной рукой это практически тяжело делать. У меня, конечно, велосипед с передачами. То есть я могу снимать с него проще. То есть на Папином маленьком я бы не смог так проехаться. Но все равно. То есть придется как бы с усилием немножко. Хотя, я думаю, буду двумя руками держать руль большую часть времени. Вот эти самые лесные пейзажи, кстати, которые мне тут очень нравятся. То есть мы когда в лес едем, вот прямо они направо. Не, они налево, как сейчас. Там тоже вот эти холмы, вот этот мох внизу. Вообще шикарно. Что там на указателе, интересно, написано? Ой, посигналил. Роща на 5,8. Приморск 75. Приморск это город. Туда даже электричка, кстати, едет. Вот одна из тех, на которых можно сюда доехать. Выборг через Приморск. На побережье находится. Из Риногорск 4 километра вниз. А Санкт-Петербург 53 километра. Влево. Вот так вот. А еще выглянуло солнце. Но оно, я, оно и до этого выглядывало, но сейчас как-то так прям явно. И есть шанс, что оно будет еще сильнее светить, потому что вчера оно как-то так раз, и прямо аж сверкало вечером. Да, вон сквозь деревья пробивается. Я думаю, у него есть все шансы победить эту облачность. Недаром сегодня последние теплые выходные в этом году. Последние летние выходные. И так да, вот же она прямо слева. То есть вот знак синий, да? И вот это, собственно, гора. Вот она, полукруглая. Но по карте у нее въезд вот туда и налево вот она уходит. Я думаю, мы поедем по асфальтовой дороге, потому что, ну, типа, слишком крутой подъем. Вот так вот ее обогнем и через спортклуб пойдем. Через горнолыжный курорт. Тут не очень много ехать. Так, ну что, вот мы буквально одну минуту проехали. И вот, собственно, автобусная остановка, скорее всего, где-то вот и есть автобусная остановка Пухталова гора. И указатель поворота налево. То есть тут практически не пришлось ехать. И с этой стороны намного более пологий подъем на гору. На велосипеде это как бы имеет значение. Если пешком, то да. Можно припарковать автомобиль или выйти из автобуса. Но с велосипедом, конечно, хотелось бы... А, у нас даже асфальтовая дорога есть. По которой мы, скорее всего, сейчас и поедем. Тут даже пешеходный переход есть. Вот это комфорт. Да, там есть дорожка, просто тропа протоптанная. Но тут есть же асфальт. Кстати, еще одни рельсы заброшены. Может, это та же самая железнодорожная ветка. То есть вот тут есть полноценная асфальтовая дорога. Полный комфорт. Я так понимаю, что туда особо никто сейчас не едет. Потому что это горнолыжный курорт. А сейчас август. Так, ну что в путь? Он поехал направо, но, я так понимаю, нам надо ехать налево. Потому что нам так и так надо будет подниматься в гору. Этого никак не избежать. А там впереди, как бы, я смотрю, подъема-то и нет особо. То есть гора, вот она, как бы, это прям гора. А справа, ну, не знаю, что там. Ладно, можно будет вернуться на крайняк. Просто я, если честно, не знаю, как тут все устроено. Я знаю, что здесь есть подъемник наверх. Что вот на лыжах кататься можно, но не более того. Но на территорию там точно должен быть заезд. Именно на машине. То есть там полноценный такой спортивный клуб. Я посмотрел. Так, ну что? Что же нас ждет впереди? Это явно не подъем никуда. Но какая-то территория со зданиями. Ух ты! Ух ты! Вот это мне нравится. Походу, вот оно. Я даже сейчас остановлюсь, хотя бы, конечно, на дороге, но все равно. То есть вот, собственно, гора. И вот, собственно, с нее катаются на лыжах. Так, ну что? Можно ли туда заехать? Посмотрим. Да, вот это закрытая территория за веревочкой. Там коттеджи. Ого! Как я это буду снимать? Не, ну придется... Придется делать это с рук. Так вот, собственно, сама гора. Вот она. Пухталова гора. Вот здесь, вот впереди. Вон там, кстати, подъемник. Это же подъемник впереди. Вот там синие столбики, если присмотреться. А вот здесь можно гулять. Очень даже. Но, как я понимаю, что нам с великами... Не, ну пешком туда забраться легче легкого. На велосипеде, в принципе, тоже можно. На низкой передаче. Но, ну почему? Но мы туда точно заберемся. Но я думаю, я пешком зайду, потому что все силы потратишь, пока заберешься. Это бессмысленно. На высокие горы я предпочитаю заходить пешком, потому что это проще. Вот вниз... А, не, наверное, вниз езжать лучше не стоит, потому что здесь песок, и можно завязнуть и просто упасть. Даже если двумя руками держать. Но это очень опасно. Ну а так, блин, горы, настоящие горы, как это рельеф. Вот, опять же, минское видео я смотрел. Там, я говорил, рельеф как классно в городе, как необычно. А в Санкт-Петербурге рельефа очень мало. Вот есть Колтужские высоты, есть Буковские высоты. Вот здесь вот Пухталова гора есть. Не очень их много. Так, ну что, в путь. Догонять папу, он сейчас уже заберется наверх. А вот, собственно, горнолыжный спуск. То есть, вот, как я сказал, что подъемник, вот эти вот синие штучки, это подъемник. То есть, ты поднимаешься наверх и съезжаешь на лыжах вниз. Вот такие пейзажи классные. То есть, прям вот, вообще. Напоминают эти саблинские водопады, саблинские пещеры. Там тоже вот такие песчаные эти спуски. Я за город редко выезжаю вот в такие вот именно вот места, где вот рельеф. И потому у меня стойкая ассоциация с ВУЗом. Мы когда в ВУЗе были вот на первом, на втором курсе, мы ездили на практику. И тоже ездили на горнолыжный курорт. Только я забыл, как он называется, в другом месте, который находится. Вот тоже на какую-то из гор. Но не сюда. И там тоже вот лето, травка растет и подъемник такой. Ну и вот в саблинские пещеры мы ездили. И вот такие пейзажи у меня вот напоминают именно то время. Даже вот фонарь наверху, который все это великолепие подсвечивает зимой. Вот так вот. О, вот здесь видон вообще хороший. Такое прямо. Windows XP. Ах да, еще это все напоминает мне мою службу в армии в Крыму. Там я тоже служил на горе, на берегу моря. И там тоже как бы был такой вот рельеф и такая вот растительность. То есть, именно что песок и такая вот трава сухая. То есть, не как вот по колено, да, а такая вот. Ну, такого типа, короче. Степновый, я не знаю, как это назвать. Вот, вот отсюда вид шикарный открывается с середины подъема. Вот это мне нравится очень. Может даже на превью поставлю что-нибудь вот из этого. Шикарный просто вид. Вот да, рельеф это самая настоящая экзотика для меня. Классно, что в Зеленогорске, вот в лесу, именно что холмы. Такая холнистая местность. Как будто бы реально путешествуешь где-то. Еще эти коттеджи такие, ну, симпотные. Прямо полдень в Альпах. Я вот в Минске, когда гулял, тоже выставил камеру в горизонт. То есть, она полностью смотрит вот прямо. И вот какой спуск здесь. Он становится все более и более крутым. Солнце, кстати, более уверенно выглянуло. Вот, можно эту гору снять, когда она солнечная. Шикарно, по-моему. Вот так даже лучше. Шик и блеск просто. И еще раз немножко потемнее. Там она высвеченная, скорее всего, картинка. Крати, если вот в эту сторону повернуть в горизонт, тоже спуск видно, что он прям есть. Вот так, вот. На это я прямо смотрю. Так, ну что, я все подбираюсь к вершине, останавливаюсь каждые 5 метров. Не, ну, а почему нет? Мы же сюда приехали именно для этого. Солнце ручку освещает. Иделия. А солнце уже не греет, конечно. Уже приходится в куртки ходить. А вот, собственно, вершина горы. То есть, если присмотреться, видно, что окрестно здесь Зеленогорска, сверху это просто лес и холмы. То есть, один огромный лес. Отсюда хороший вид открывается. То есть, прямо прям такие заглядения. Тут прям дикий запад. Вот эти травы особенно напоминают чем-то. Солнце жалко зашло. Эта гора хорошо. Эта холмик хорошо смотрелся бы, мне кажется. Солнце скоро придет, видишь? Солнечные такие. Солнечные, да, вижу. Идут, идут, сейчас доберутся. Вон оно, все ближе и ближе. Ага. Ага. А Зеленогорском, кстати, где-то вот справа. В Зеленогорском, вот туда. Ну да, то есть вот. Вот, вот его даже видно в этом. Многоэтажке. Ну да, вот. Многоэтажке. Да, кусочек видно. Если за забор зайти вот туда, будет совсем видно. Если вот туда заехать, там будет залив видно. Ага. Ну да. Ну да. Мы сейчас заедем туда, потому что только забрались. Только наверх. Оттуда озеро будет. Ну да. Ну да. Сейчас мы и пройдем. Там же вон дорожка, как раз таки для нас сделанная. Шикарно. Выходные в Альпах. Конечно, летние прогулки по лесу, это шик. Вот сейчас, когда на заливе жарко уже, в лесу в самый раз. Ой, не жарко, а холодно. Я, наверное, приближу вот совсем, а то я все туда-сюда вожу. А вот дальнюю перспективу не спеша показать. Классно, что вот здесь именно леса, потому что они красиво смотрятся. И с них воздух хороший. Поддувает вот прям мне в лицо сейчас. Один из подъемников уходит вниз, в лес. И, кстати, да, ну то есть вот он. И, кстати, да, выглянуло солнце, зараза, но мы уже ушли оттуда. Но ничего страшного. Вот, ехать на велосипеде по этой песчаной местности очень опасно, потому что, когда ты начинаешь ехать вниз и тормозишь вот одной рукой, когда держишься, колесо ведется и ты просто падаешь с него. Вверх еще ничего, ух ты. Вверх еще ничего, а вот вниз, конечно, да. Такое себе развлечение. Да, сегодня прямо в Альпы выехали. Мне очень нравится. Так, посмотрим, что там впереди. Так, наверху, собственно, тоже вид и тоже вниз. Только в другой низ. На залив. Вот этот залив впереди, вот эта вот линия там блестит. Это кусок Финского залива. Далеко-далеко впереди. И туда тоже можно съехать на лыжах вниз. Отсюда даже вид приятней, в какой-то степени. Хотя нет, он против солнца, но здесь это деревья как-то, а ты выше над ними. Там они на отдалении. А здесь прямо, прямо перед тобой сейчас я посветлее сделаю. Вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Хотя там дорога внизу, я смотрю. Дорога из рощины, которая ведет. Да. То есть, по идее, если сейчас спуститься вниз, можно... Попадем на ту развилку. Да, если налево поедем, попадем на ту развилку, можно не возвращаться вот туда, где мы были. Поехать прямо сразу туда. Что, в принципе, неплохая идея. Папа сказал, что тут еще озеро есть внизу. Вот если вот вниз смотреть, то есть... Вниз гора. И если смотреть вниз, то вот очень крутой спуск. То вот это вот там озеро виднеется. Его виднее вот немножечко слив в бок от этих. Но за деревьями его даже глазами не очень видно, но оно там есть. Вот так вот. Такая вот экзотика. Сюда на какое-то время, наверное, прикольно приехать. Типа посидеть под деревом, почитать книгу, например, там часик. Но это, наверное, лучше на автобусе делать, потому что сюда... Или на машине. На велосипеде сюда ехать немножечко... Ну, не напряжно, а... Ну, не то, чтобы долго просто устаешь. Хотя, почему бы и нет. Если ехать без съемок, то это быстро будет, если двумя руками держать. Фотик. Вот так сесть на лестницу от этого сооружения подъемника. И смотреть вперед. Вот взглядом видно примерно так. Взгляд вперед сильно видит. И вот этот лес видно впереди. И с вот таким пейзажем можно сидеть и читать книженцы. Там вот кусочек залива видно впереди. И справа видно спуск вниз на вот это вот самое озеро. Вышеупомянутая. А надо мной лестница. Вот так вот. А если еще будет погода хорошая, то есть солнышко светит. Вот сейчас ближе к этому, к осени. Если сюда приехать в солнечный день, то очень классно будет. Потеплее одеться в пуховичок. Вот тут сесть. И смотреть вперед на солнышке. Где-нибудь в конце сентября. Само то. Я, кстати, начал перекодировать видео. Раньше я снимал видео, когда их сжимал сам фотоаппарат и на компьютере просто загружал его как есть. А сейчас я снимаю видео в очень высоком качестве, чтобы фотоаппарат его бежать и практически записывает. И сжимаю уже на компьютере. А все это началось из-за того, что фотоаппарат, когда вот такие вот кадры, как вот этот снимал, у него видео просто начинало рассыпаться на клеточке и съезжала звуковая дорожка. Так вот, посмотрим. Я сегодня вот его перекодирую. И нормально ли вот оно вот так вот запишется? Потому что здесь очень много мелких деталей, из-за которых видео может быть ломаным. То есть вот как раз в 2020 году, когда мы ездили с папой в лес, это было последнее видео, которое я снял вот на фотоаппарат. То есть последние уже капли было. Я уже стал их перекодировать. Такие вот воспоминания. Кстати, это было вот примерно год назад. Так вот. Красиво тут. Очень даже красиво. Но черники, кстати, я так и не увидел. То есть уже для черники поздно. Уже, конечно, почти сентябрь. Вот эти лесные пейзажи, это просто нечто, конечно. Шишечки, холмики, мох растет. Веточки. Листики шелестят вдалеке. Идиллия. Самое настоящее. Кстати, комаров нет вообще. Холодно уже. Вот это мне очень нравится, что вот в сентябре, да, сейчас уже сентябрь почти, что еще не очень холодно, но уже нет комаров. То есть прям вот как надо. Сентябрь очень хорошее время для лесных прогулок. Для выездов на природу. В общем, было решено двигаться вперед. То есть вот эта дорога, как было сказано, что впереди там есть. И если повернуть налево, она как раз на скорозвилке и приведет. Я думаю верхом ехать. Но я буду сейчас снимать, потому я не буду, потому и в руке потащу его. Но верхом, не верхом. По вот этому песчанику, конечно, не пройдешь, потому что он вязнет. Ты просто как вот на пляже падаешь с него. Но спускаться вниз с горы, кстати, проще, чем... Хотя не спускаться было бы проще, если бы... Если бы... Было бы проще, если бы велосипеда не было. Потому что велосипед приходится удерживать в руке. Нет, пока как-то он поехал, я смотрю. Нифига себе. Опасненько. Еще и на этом велосипеде маленьком складном. Но... Не, может тоже проехаться. Ну то есть я ж не буду все время снимать. Попробую. Да, это возможно. Если не спеша и подталкивая себя ножкой. То есть вот берешь ульдовую руками, зажимаешь тормоза и по чуть-чуть съезжаешь. То есть да, я наверное съеду вниз, не буду снимать. Спуск. Такие спуски, если вот, ну снимать именно с рук, надо снимать с камеры на головы, которая вешается. Или с видеокамеры, которая маленькая. Это-то громоздкий фотик. Ну, короче, ладно, хватит уже размышлять, поехали вниз и уже в сторону дома. Как у меня, да, поездка в лес и все равно у меня получается там полчаса съемок. Хотя, по сути, здесь один лес и дорога. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ух ты, какой видон прикольный. Спуск более крутой стал, кстати, на удивление. Но зато песок менее глубокий. И зато, значит, вешусь здесь без ковеков и главное. Где толчки, другой верх Borстракос. Не надо cerca deste, но не важно. Чаховать тоже немного смеет заosp member. Все это правильный боков на мне. И 먹고 было по cureде, неurdом. По поводу. Посоннего ней. Так, а вот тут под конец дорога стала твердой и можно прямо до Папы доехать с ветерком. Можно? Просто я боюсь, если там песок, я могу реально опрокинуться, но почему бы и нет. Хочется прокатиться вниз, потому что гора прямо вообще. Так и провоцирует тебя. Красиво здесь. Ну да, вот сниму напоследок, как гора снизу выглядит. Снизу она выглядит лучше, чем наоборот. То есть рельеф прям такой, вот эти деревья особенно посредине хорошо смотрятся. Хотя занимательно, что здесь на каждом дереве, ну на многих деревьях висят лампочки. То есть тут же горнолыжный спуск и по идее тут куча народу катается. Как вон подъемник? Ну да, подъемник вон вверх и они вот съезжают здесь и вот здесь по этим спускам. Тут скорее всего сноубордическая какая-нибудь. Ну наверное. А там обычные лыжники, там более по каплю. Ну да, как бы там ни было, они тут катаются в ночное время. Но зимой темнеет рано. Вот где мы находимся. Папа сказал, что возможно в принципе в Рощино съездить. Вот эта дорога, перед которой мы... То есть мы сейчас вот доедем до Развилки и поедем обратно до уже шоссе и вниз. Уже в Зеленогорск. Так вот, тут можно доехать до Рощино, если повернуть направо. То есть тоже огромный населенный пункт, где вот Ласточка останавливается. Но думаю мы туда не поедем, потому что... Потому что нечего там делать. И есть еще Решетник, но там мы тоже не поедем. Решетник, это совсем деревня. Не, ну да, понятно. Я думаю, что мы поедем домой. Да, может я сегодня вечером еще на залив схожу. А может быть и нет. Я сегодня вообще траву косить хотел. Все собирался, наполеоновские планы строил уже второй день. Надо сегодня приехать сейчас и покосить траву. И включить это наверное во вчерашнее, ну не во вчерашнее, а предыдущее видео. То есть... Да, у меня будет два видео. Одна прогулка вот здесь вот, а второе... Точнее вот эта вторая прогулка здесь. А первая это просто вот в Лопаде, там на пляже. Но она будет короче в предыдущем видео по хронологии. Так, кстати, интересно, что здесь этот... Определяет местоположение как Пухталова гора. То есть Зреногорск, Пухталова гора. То есть вот прям вот точные-точные прогнозы. Написано, что сейчас дождик будет лить, но я что-то не думаю, что это правда. В течение часа ожидается дождь. Можно посмотреть по этому. А, тут интернет не очень ловит. Хотя не, ловит. И нас, я смотрю, сейчас накроет этим дождем. То есть вот 17-10. Да, вот он до Зеленогорска не дойдет. То есть если мы сейчас быстренько слиняем отсюда, сейчас 17-02. То у нас вот этот вот дождь, который вот идет... Господи! Дождь, который идет, он не застанет, если мы отсюда по-быстренькому убежим. Идет дождь? Нет дождя. Нет дождя. Напишу. Телефон скользкий. Вот он ляпается, я его чищу, он опять ляпается. Но мне нравится, что он такой блестящий прямо. Так, ну блин, опять я отстал. Ладно. Ну хотя мы не спешим никуда. Кстати, насчет комаров. Папа сказал, что комары-то все-таки есть, просто я их не очень замечаю. Очень мало, но они есть. Ну еще август, конечно, но к сентябру их уже не будет. Кстати, да, цветы. Не просто цветы, а одуванчики. Майское растение, одуванчик. Прям настоящая весна. Я когда в субботу с электрички шел, светило солнце, ну тогда было весь день солнечно, у меня было чувство, что вот как в апреле, то есть на такой же высоте солнце, как оно в апреле, висит, стоит над горизонтом. И была вот такая вот апрельская атмосфера. И вот тут одуванчики цветут. Прикольно. Ну все, классно на Пухтовую гору съездили. Такой лесной аттракцион. Ну а пора возвращаться, пора возвращаться домой. Папа нашел бруснику. Такими темпами можно и чернику найти, кстати. Я чернику очень люблю, то есть даже несмотря на то, что сладкое я не ем, но сейчас я ем. Ну на этих выходных я конечно ем, у меня праздник непослушания, но все равно. Черника, блин, была бы черника, я бы очень порадовался, но конечно нет. Ее конечно здесь уже может процентов так на 99 с вероятностью и тут уже не будет. Может одна-две ягодки. Уже конечно поздно. Черника она все-таки в июле. Гриб сыроежка. Папа говорит, это не мухомор. Папа говорит, это именно сыроежка. Так что вот так вот. Его даже легко определить, он белкой покусан. Белкой? А, да, я понял, это не точки, это он белкой покусан тогда. Ясненько. А вот это вот поганка. Поганка? Ее вот чисто по оттенку можно отличить, по цвету ножки и по оттенку шляпки. Понятно. А если оторвать, там будет такая юбочка еще. Ага. Я боюсь тебя не слышно, потому что фотоаппарат только меня записывает. У него такая неприятная особенность. Ну ладно. Ну можешь повторить, что если оторвать. Ну да. Ну не суть. В общем ясно, что это поганка. А еще ясно, что... Блин, так классно ходишь по лесу и комаров нету. Вот мне это вообще очень нравится. Мы сюда приезжаем обычно в июле там, когда... А вот такой тип мха я вот в первый раз вижу. По-моему он везде такой. Нет. Он перистый. Перистый. У нас мох такой, как... Ну короче у нас мох вот такой вот в виде растет. А вот перистый я в первый раз вижу. Ну не знаю. Я как-то не вглядывался у него. По-моему мох это такой... Видишь? Коврик. Листик мха в виде перышка. А обычно в виде такой... Ну типа как этот... Как ёршик. Да, как ёршик. А вот такой, чтобы перистый вот в первый раз видел. Ну видимо разновидность мха. Потому что это знаешь как эти, как ромашки. Этих ромашек там 20 видов с лишним. Я когда учил в вузе на биологии. Оказалось, что большинство ромашек называются не ромашками. Как-то по-другому я уже забыл. Как это слово произносится. И как бы их очень много разных видов. И они все отличаются очень незначительно. Но отличаются. Их надо было уметь отличать. Выучить наизусть на латыни все названия. Биология конечно такой предмет. Но любителя. Ботаника точнее. Нужно очень много запоминать. Кстати да, дождь то что я показывал. Через час сюда прилетит. Через даже 40 минут. Я думаю мы успеем уехать. Мы сейчас будем спускаться. Так что это будет побыстрее. Хотя в принципе дождь я думаю там если будет вот такой моросящий. Так что можно и потусить тут. Мы сегодня поздно приехали. Потому. Вроде как приехали вот только. В 15 часов выехали. Сейчас в 17 уже. И уже вроде как едем обратно. Надо будет мне сюда как-нибудь 130. Вот в 5 утра приехать. И на этой горе книжечку читать. Может даже на автобусе приехать. Чтоб побыстрее было. Хотя на велосипеде седуя на руками то нормально. И лицезреть сверху. Всю эту прелесть. Не все ж на залив ходить. Тут причем и деревья в этом лесу кстати есть. То есть можно здесь сесть. Вот на дерево на такое садишься. Вот у меня коленка. Вот я сижу. Но не без спинки неудобно конечно. Ладно я думаю сейчас уже будем выдвигаться к этому. Ну дорога вон впереди. К выходу. Классно в лесу да. Но когда живешь в центре города выезды на природу это конечно такой прям увлекательный аттракцион. Причем вот такая природа мне вообще нравится. Именно что без комаров. Ранне сентябрьская. Когда уже и не душно и комаров нет. То что ты уже в куртке ходишь. Но еще не еще и не замороз. Я когда-то вот сел и начинаешь замерзать. Вот если на яндекс такси отсюда ехать до вокзала. То будет 269 рублей. Это с учетом того что вот молния горит оранжевенькая. На экономе. Так что в принципе если что отсюда можно до сюда можно доехать на такси. Даже если автомобиля нет и вернуться обратно совершенно спокойно. Потому что мы находимся во первых в зоне покрытия телефона. Что здесь телефон не очень конечно но ловит. H плюс это почти 4G. То есть ну правда две палки. Но все равно то есть вызвать можно. И собственно можно вот доехать прямо до сюда. То есть не на автобусе до центрального входа. Вот в горнолыжный курорт он доезжает. А на этом можно доехать вот прям сюда. Причем на такси можно доехать даже до дома. То есть не обязательно до вокзала. Даже можно до пляжа доехать отсюда. Даже можно с пляжа до сюда доехать. Да очень удобно что есть такси. Папа похоже чернику нашел. Папа нашел лисички а не чернику. Но тоже неплохо. Куда ее добавить можно кстати? Ну в мясо. Ну да у нас же мясо с гречкой можно мясо добавить как закуску. Хорошая находка. Просто для вкуса. Ну да. Как приправа будет. Как приправа. Так ну что. Ладно. Еще раз говорю пока пухтая гора. Пора отправляться домой. 17.15 сейчас. О господи. Черника. Тут и вправду черника нашлась. Она вообще. Она уже конечно испорченная. То есть она такая морщинистая вся. Ее уже хотя. Вот это еще тверденькая. Вот если ее навести. Вот. Попробую-ка я ее съесть. Ммм. По вкусу как черника. Черт побери. Просто какой-то диснейленд. Это уже сморщина. Просто какой-то диснейленд. Сегодня. Еще я черники поел. Ну вот еще и черники поел. Ну теперь уже точно можно выдвигаться. Программа максимум на сегодня выполнена. И машин нету. Идеально. Да я ошибся. Это не Рощинская. О блин. Они так потоком едут. Это не Рощинская дорога. Это короче бетонная дорога. А сама трасса она вон впереди. Так вот. Машины кончились. И мы двигаемся собственно. Вперед. Вот так вот. Вот так вот сегодня погуляли. Не. Мне понравилось. Даже больше чем на озере. То есть есть озеро вот в глубокой яме. А есть гора. Такие две противоположности. Жалко только что до них дорога. Вот именно что по обочине. Что вот нет тротуара до сюда. Велодорожки. Ну не велодорожки. А просто тротуара отдельно от машин. Что приходится с неудобствами с некоторыми ехать. Именно велосипедисту. Ну вот. Нас пропустили машины. И мы собственно. Вот в этой велотекущей пробке. Едем в Зеленогорске. Все машины поворачивают вправо. То есть мы когда ехали. Куча машин ехала нам навстречу. Так что сейчас мы поедем вот в таком. Лотненьком потоке. И спокойненько доберемся. Пока дождь не полил. До города. Точнее. Да. Мы до города приедем. Дождь польет. Но польет здесь. А в город он не зайдет. Если конечно там прогноз точный. Но обычно он прям очень точно. Так что вот так. Они даже встали. Нифига себе. Тут прям реально пробка образовалась. Сколько желающих. Ну рощина большой населенных пунктов. Даже ласточка останавливается. А вот и наш указатель. Собственно вот эта развилка. Горнолюжный курорт. Прямо куда мы поехали в начале. Перешетниково. И Зеленогорск 4 километра направо. Ну 4 километра до границы города. Нам где-то ехать километров 6. Мы на побережье. Ну ближе к заливу короче ну ладно. Вот здесь не хватает тротуара конечно. Очень не хватает. Но ладно что есть то есть. Хорошо что здесь есть грунтовая обочина. Очень хорошо. А еще помимо всего прочего. Очень приятно что мы будем спускаться вниз. То есть мы до этого ехали вверх. Вот первая автобусная остановка на нашем пути. Автобусная остановка перевалочная база. И вот можно ехать совершенно спокойно вниз. Катиться с этой дороги. Вот если ехать двумя руками и быстро. На велосипеде же можно быстро ехать. Можно прям в потоке машин держаться. Но нужно ли? Не, не нужно. Дождь пошел. Не успели. Просидели в лесу. И начало капать. Я надеюсь будет капать не сильно. Но у меня есть как бы там не было пакетик для фотоаппарата. Телефон я думаю в кармане не сильно пострадает. Хотя я думаю сейчас покапает и перестанет. Но оно прям так накрапывает. Ладно. Ничего страшного. Кстати я не кручу педали вообще. То есть. Вот я спускаюсь с горы и как бы и все. Вот это кайф да. На горы взбираешься. Тяжело ну чуть-чуть. А вниз съезжаешь прям вообще кайфец. Даже педали крутить не надо. Если по асфальту ехать вот слева вообще наверное можно и даже и не крутить. Непонятно чего машина мне сейчас побибикала. Я в метре от этого еду. От асфальта. Ну предупреждает на всякий случай. Ответственный водитель. На удивление кстати в обратную сторону ты едешь и вниз. И вот эта дорога грунтовая она такая прям плоская-плоская. Что нанимало камней намного меньше чем вот на той. Прям почти как по асфальту едешь. Прям скользишь. Очень мне это нравится. Так ну что следующая автобусная остановка. А это значит что? А это значит что мы практически приехали к повороту. Тут все очень компактно говорю. Если ехать не снимая то достаточно быстро доезжаешь. Тут собственно есть поворот вниз. И вроде бы это тропа которая прямо к вокзалу ведет. То есть папа в детстве давно еще как-то вот тут ходил. И тут вроде как была тропа которая прямо к вокзалу ведет. Но в принципе тут до настоящего поворота не особо далеко ехать до асфальтового. Но чисто так ну ради разнообразия прокатимся по вот такой дорожке. Просто совсем не... О господи камни а как бы не упасть. Ладно. Просто совсем не обязательно что это она. И что мы не заблудимся. Можно конечно по карте посмотреть да. Вот да. Все прелести мобильного интернета что можно посмотреть спутниковую карту. Вот именно где рисунок сам. Фотография сверху. И там все эти грунтовые дорожки в общем и целом видны. Потому что они выделяются на фоне деревьев сверху. Ну ладно. Пускай сейчас будет небольшой такой этот. Небольшая загадочка. Небольшое путешествие. О господи с этими камнями одной рукой конечно. Кто еще удовольствие. Вон какой муравейник огромный. Прям почти по пояс мне. Ну не по пояс. По середину бедра. Кстати машины перестали ехать. И так тихо стало. Шик. Да. Лес это классно. Уж сейчас самое время сюда приезжать. И вот я читать люблю. Читать книжку какую нибудь. Вот недалеко ехать. Не обязательно ехать прямо на озеро или на горы. А вот недалеко. До сюда вот доехать. И наслаждаться. Комаров нету. Холода нету. Идиллия просто. Папоротники. Прямо самые настоящие джунгли. Если бы деревья еще на дорогу не падали. Вообще б хорошо было. О господи. Мы прямо исследуем парк юрского периода. Одной рукой. Вот едешь едешь раз повело его. О сейчас вот здесь вот. Не ну конечно не буду такими извращениями заниматься. Как ведение велосипеда одной рукой. Доедем уже. Доедем уже до куда нибудь. А там поснимают. До какого нибудь поворота. мост. Вот в лесу мост. Просто вот. Ну типа. Вот. Только что перескочили через Бурелом. Да. А тут мост. Ну неплохо. Причем он везет в никуда. Просто в лес. Ну чтобы через речку не прыгать людям наверное. Там я смотрю впереди развилка. А это не развилка. Это поворот направо. Самое занимательное что-то в десяти метрах даже меньше наверное. Вот через эту же речку можно просто перейти по грунту. Ну а как бы там ни было мостик тут есть. Блин кстати вот мы отъехали вот немножко от машины. Что-то так вообще тихо стало. На горе такого чувства не было. Там как-то слышимость посильнее была. А вот здесь в деревьях прям вообще. Хорошо. Мне нравится. Да только я сказал что мы типа в лесу. Людей нет. Ну типа тихо. А вон впереди я вижу что дорожка это становится асфальтовой. И вон уже люди впереди ездят. Там вон камень впереди. Вон еще один мостик. Кстати внезапно. И вон впереди уже асфальт. Такое вот путешествие сегодня. У муравейников кстати полно. О го 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 меня опять занесло на грязи. У муравейников кстати полно-полно. Вон уже дом какой-то. Уже автомобили. Строительство. Люди вон. Собственно. Вон асфальтовая дорога. Я уже просто двумя руками возьму сейчас руль. Так что вот так вот. Улица третья лесная. А вот эта вот грунтовая дорога. Переходит в улицу Моховую. Даже указатель есть. И я так понимаю что если мы поедем прямо. Мы упремся украта в вокзал. Ну можно по карте посмотреть. Что я сейчас наверное сделаю. На. 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 Вот собственно. Вот собственно мы находимся вот на этом уголке. Если ехать прямо прямо прямо. Можно повернуть налево на проспект Ленина. Поехать уже по нему. А можно вот ехать вот прямо 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 прямо. И упираться прямо в железнодорожный вокзал. Я думаю мы в вокзал и упремся сейчас. И поедем уже дальше в город. Тут на доме у балкона старинные ножки. Балясины. А может они старинные. Может современные по старину. Вон тоже старенький красивый домик. Даже с цветочками. Ну прикольно. Я кстати вот в этой части не был. Я знал что вот здесь возле вокзала есть жилый район. Но. Никогда сюда не ездил сам. То есть если ехать прямо прямо прямо. Мы прямо вот в вокзал упремся. Интересно. Вот. Такое путешествие. Ну да. Булыжником выложил себе. Подъезд. А самое классное что машин нет. И дорога асфальтовая. И фонари. Вот чем классно в Зеленогорске что ли. Деревня деревня. Но. Асфальт и фонари везде. И телефон ловит. Вот тут короче поворот вот на эту улицу возле вокзала. И тут пятерочку открыли. То есть вот тут вот устроили здание. Тут перекресток справа. Вот в этом здании. А здесь пятерочку открыли. То есть теперь еще одна пятерочка появилась. Нового вокзала. Мы. Закупаемся в той что возле залива находится. Возле вечного огня. Но как бы там ни было тут вот новенькую пятерочку построить. Нужно как нибудь с ним сходить будет. Это. Причем пятерочка такая красивая. Современная. Как вот возле станции Шувалова. Есть пятерочка. Тоже ну если вот пройти в город уже. К высотным зданиям. Там такая современная прям крутая. И здесь походу такую же новенькую открыли. Это как этот на Васильевском острове. Вот в Макси доме по работе. Тоже на выезд ездил. Аккумулятор первый сел. Так вот. Это вот у меня аналогия с Макси домом на Уральской улице. На Васильевском острове. Вот я тоже вот на работе ездил туда. Такой супер супер современный. Прям очень красивый снаружи и внутри. И этот наверное тоже. Надо как нибудь в нее сходить. Судя по шарикам она уже открыта. Интересно так даже. Ну блин она возле вокзала находится. Мне не очень по пути в нее. Ну ладно. Как нибудь потом. Так ну что мы собственно доехали до туда. До куда. Ну. Где вот видео началось. Я думаю дальше снимать уже не буду. Просто поедем домой. Уже буду косить траву. Но это уже войдет в предыдущее видео. И наверное на сегодня все. То есть спасибо что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Ну а на сегодня все. Такое вот 29 августа 2021 года. Мне еще 28 лет. Меня зовут Алексей Михайлов. Это был последний теплый день этого жаркого прекрасного мимолетного лета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok